Беларусь 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 массой до 20 граммов повеличится на 6 копеек и будет каштовать 60 копеек. Ранее тарифы на этой послуги повышались в дневни 2019 года. Зменения тарифов не закранили других внутриреспубликанских послуг, а также послуг по пересылке международных паштовых отправлений. Поддержка в тяжкую хвилину. Ветковские милиционеры здесь сняли рейд в отселенную вёску Бартоломеевка, чтобы в шаговый раз допомогли ежехарам в бытовых пытаниях. Супрацовники узвода по ахове территории радиоактивного забруживания привезли у населенный пункт пятную воду. Селета у Бартоломеевцы возникли проблемы с доступом до ЕЕ. А кроме того, правоаховцы допомогают жехарам вёске купить продукты харчаванья, лейки, газеты, зародить мобильные телефоны. Подобные рейды отбываются амаль что день. Весковцы такую подтримку ценят и заусёды удзятшны милиционерам з райцентра. И охраняют, и приезжают, и спрашивают, как здоровье, что вам надо общительно, и расскажут, что там, и как, и этого. И спрашивают, и поговорят постоянно, и улыбаются с нами. Ну, короче, одним словом, молодцы. Светки агульной пирамоги. Сегодня у Гомельской областной библиотеки пройшла онлайн-конференция. Ее тема – электронные адукационные проекты, присвеченные 75-годью Великой Пирамоги. Улику организаторов не только Ленинка, а и московские коллеги за Всероссийской державной библиотеки замежной литературы. Для работников культуры это свое особливое подведение выникал, и они обмерковали, как на протягу года проходило их супрацовництво с научальными установами. Патриотичное выхование школьников у Год Великой Пирамоги мае особливое значение. Сегодня в нашем зале собрались библиотекари и учителя средних школ нашего города. Мы познакомим наших российских коллег с самыми интересными проектами, которые прошли в учреждениях культуры, в учреждениях образования нашего города на протяжении всего года. Коллеги не только обменялись опытом, но и так само домовились об далейшем супрацовництве. На этих выходных у Гомеля в другой раз отбился областный конкурс дизайнеров «Фэшн-Арт». По причине эпидемиологичной ситуации мероприемство прошло в закрытом формате. 15 дизайнеров из разных кутков Гомельщины, а так само со столицы, представили гостям своей коллекции оденья в шести стилистичных керунках «Этно», «Гламур», «Ретро», «Авангард», «Кэжуал» и «Спорт». Их эскизы и готовые выробы оценивала Журиеви, ведущие специалисты у сферы моды и пригожости, стилисты, дизайнеры, мостаки-модельеры. Основными критериями были складанность и якость выполнения, мостатское решение, новаторство и целостность коллекции. Сегодня на подиуме своей коллекции представляют 15 дизайнеров из разных уголков не только Гомельской области, но и Минской и Брестской области. Этот конкурс – это прекрасная возможность начинающим молодым дизайнерам выйти на подиум, представить свою коллекцию, заявить о себе как о настоящем профессиональном дизайнере. Пераможцев вызначили у каждой из шести номинаций, они отримали дипломы и памятные статуэтки. Конкурс на лепшее видовеншование с Новым годом любимый город стартовал у Гомеле. Жури будут оценивать творческий подход и креативность. Пераможцев выберутся от коллектива, предприемства и организаций, аховы здоровья, адукации, культуры, спорта, а так само индивидуальных удельников. Заявки и конкурсные работы будут приниматься до 23-го Снежня. Дослать их треба на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. Это и другие новины, информацию о проектах телерадио-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Рано утром спасатели ликвидировали пожар в доме на улице Колхозной в Жлобине. При проведении разведки в горячей комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома 1953 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Возможно, по этой же причине произошло возгорание жилого дома в деревне Осовец Музырьского района. При тушении пожара спасатели обнаружили тело хозяйки – пенсионерки 1963 года рождения. А в Гомеле в пятницу загорелся гараж в частном секторе на улице Котовского. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось горение одноэтажной кирпичной хозяйственной постройки. При проведении разведки работниками МЧС на полу в горячей комнате было обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины 1965 года рождения. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваем версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Тело 83-летнего хозяина дома при ликвидации пожара в агрогородке Столбун Ветковского района также, как и в других случаях, направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти. Здесь, по мнению спасателей, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Спасатели освода нашли погибшим жителя Реческого района, который 9 декабря пошел к озеру и не вернулся. В субботу ранним утром от жительницы деревни Белое болото спасателям поступило сообщение о том, что три дня назад проживающий совместно с ней 43-летний сын ушел к озеру в деревне Гиров и его местонахождение неизвестно. В 13.30 сотрудники Реческого освода в пяти метрах от берега водоема в проломе льда обнаружили его тело. Предполагаемая причина смерти – утопление. Проверку проводит районный отдел Следственного комитета. По линии госавтоинспекции за выходные дни сотрудниками выявлено 12 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии и 41 автомобилист, не имеющий права управления. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Среди них пассажир автомобиля Рено Лагуна, за рулем которого в Светлогорске находился нетрезвый бесправник. Вечером в районном центре 27-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительского удостоверения, двигаясь по улице Свердлова, наехал на припаркованный вдоль дороги автомобиль «Форд Транзит». В результате столкновения пассажир легковушки получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. После осмотра 32-летнего парня отпустили домой. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от прохождения метасвидетельствования или передачи управления транспортным средством такому лицу влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного такого нарушения лицо уже будет привлечено к уголовной ответственности по статье 317 Прим Уголовного кодекса Республики Беларусь. Стоит добавить, что сейчас прорабатывается вопрос ужесточения наказания для нетрезвых водителей. Максимальный штраф планируется увеличить до 200 базовых величин с лишением права управления до 5 лет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Подтвердили, победив 3-0. В поединке за бронзу энергетики встретились с другим неудачником полуфинальной стадии Марко ВГТУ. Неделю назад в рамках чемпионата гомельчане очень легко обыграли команду из Витебска, а в Кубке повторить успех не получилось. Марко ВГТУ показал характер и победил 3-0. Обладателем Кубка третий год к ряду стал шахтер, победивший в финале строитель. В Гомельское дерби в очередной игровой день в чемпионате Беларуси по волейболу в первой лиге Бомпром принимал газовик. В каждой из сыгранных партий дело доходило до напряженной концовки. Первый сет Бомпром оставил за собой 25-22. Во втором победу также праздновали номинальные хозяева. Не без помощи соперника. В решающий момент газовики ошиблись при осуществлении перехода и подарили сопернику победное очко 25-23. Старт третьего сета остался за подопечными Дмитрия Лихорада. Газовики начали мощно и получили преимущество в 5 очков. Правда, удержать его не смогли. В концовке вновь нервы крепче оказались у игроков Бомпрома. Победа в партии 26-24 и в матче 3-0. В большинстве случаев мы делали сами свои ошибки. Где-то не добегали, где-то не забивали нужные мячи. Ну, на этом не стоит расстраиваться, я думаю. У нас все впереди еще, еще сезон не закончен. Будем дальше тренироваться, дальше исправлять свои ошибки. И, думаю, мы добьемся успеха. Это была последняя игра в этом году уходящим. И с ребятами как бы договорились на собрании, что независимо от результата, ну, задача стояла такая, чтобы бороться за каждый мяч, показать характер. Потому что соперник принципиальный, соперник достойный. Вот, и поэтому всем хотелось выиграть. Было сложно, отдаем должное газовику. В восьмом туре второго по силе дивизиона чемпионата страны с душор энергия принимала одного из лидеров – «Оршанский взлет». На равных противостоять более опытному сопернику у гомельской молодежи не получилось. К тому же энергетики подошли к поединку не в оптимальном составе. Ковид временно ослабил коллектив Артура Знахаренко. В итоге поражение 0-3, счет по партиям 25-14, 25-17 и 25-19 в пользу взлета. Во-первых, собственные ошибки, во-вторых, психология. Нет этой уверенности, эти переломные моменты, когда идет равная игра. Нужно немножко надавить, проявить характер. Пока у нас этого нет. Хотя ребята уже 17-18 лет. Нужно, чтобы это уже проявлялось. Победная точка. Мужской гонбольный Гомель сыграл в последнем нынешнем году матч чемпионата страны. Подопечник Андрея Мочилова на выезде обыграли Кроном 31-26. Девятью мячами отметился Сергей Орловский. Он лучший снайпер в рядах Гомеля. В турнирной таблице гомельчане на второй позиции. Хоккейный Гомель догнал юность по набранным очкам в таблице экстралиги. На Рысина домашним льду обыграли Динамо Молодещина 3-1. Дубль на счету Межейникова. Еще одну шайбу забросил Сусло. В составе Динамо отличился Разводовский. В турнирной таблице Гомель на втором месте лидирует юность. При этом у соперников одинаковое количество очков. В следующем туре Гомель сыграет дома именно со столичным коллективом. Игра пройдет 22 декабря. Жлобинский Металлург в овертайме обыграл Гродненский Неман. Основное время завершилось в ничью 2-2. Победу в добавленное с Толиваром принес точный бросок Заламая. 22 декабря Металлург сыграет на домашнем льду с Шахтером. Жлобинчане в таблице на пятом месте, Горняки на третьем. С новостями Спортова ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.